Здравствуйте, дорогие телезрители! Это программа «Точка зрения» и сегодня в гостях у нас главный врач медицинского центра «Одесский доктор» Татьяна Викторовна Богатырева, профессор, доктор медицинских наук. Татьяна Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня наша беседа будет посвящена следующей теме «Точка невозврата при заболевании сосудов». Любой процесс имеет этапность и очевидно, что относительно динамики патологического процесса также можно говорить, что он в своем развитии проходит через определенные этапы, определенные фазы, если можно так сказать. Татьяна Викторовна, расскажите, пожалуйста, насколько важным является разделение заболеваний сосудов на стадии? Наш знаменитый соотечественник, именем которого назван в Одессе университет и улица Илья Ильич Мечников, считал, что человек должен жить не менее 160 лет. Смерть раньше 160 лет, он считал, что это смерть насильственная. То есть предполагается, что у организма огромный потенциал резервных возможностей, адаптационных возможностей, и человеческий организм может выносить условия окружающей среды, может по своим потенциальным возможностям жить очень долго, причем жить активно. На самом деле, конечно, продолжительность жизни, она составляет гораздо меньший срок и не укладывается в этот срок или даже срок, который человек мог бы жить реально. По статистике, примерно только 20% заболеваний, это заболевания, которые присоединяются к человеку, вот хочет он или не хочет, к нему присоединилась. Системная красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, многие заболевания, но это все только 20%. Человек хочет или не хочет, вот к нему присоединилась. Остальные 80% заболевания – это то, что человек выращивает сам. Он сам себе режиссер, он сам себе создает эти болезни в результате того, что нещадное эксплуатирование своего здоровья, отвратительное отношение к своему здоровью, непонимание того, что есть определенные ограничения, есть определенные моменты, на которые необходимо обращать внимание, необходимо предупреждать заболевания, лечить на определенных стадиях и так далее. И вот результат вот такого халатного отношения к своему здоровью приводит к тому, что возникает, действительно развиваются заболевания, в том числе и заболевания сосудов. Дело все в том, что спрогнозировать, какое у тебя будет заболевание, какой будет исход твоей жизни, в общем-то достаточно несложно. Для этого просто надо проанализировать, что происходит с твоими родственниками, что произошло с мамой, с папой, с близкими родственниками, какими заболеваниями они болели. И, как правило, вот этот путь болезни повторяется, потому что, хотим и не хотим, существует определенная наследственность, существует определенная предрасположенность, и можно, в общем-то, еще находясь в молодом возрасте, спрогнозировать, что у тебя будет, если ты не задумаешься о состоянии своего здоровья. То есть достаточно следить за сосудами, чтобы продолжить жизнь и увеличивать. Да, да. Вот знаменитый английский драматург Бернард Шоу, у него есть очень хорошее выражение. Здоровое тело – это продукт здорового рассудка. То есть каждый человек должен задуматься, подумать, что его ожидает, здраво оценить наследственность, оценить факторы риска, обходя вот эти моменты, спрогнозировать свое состояние. Каждое заболевание имеет определенные стадии, стадии развития. И в этом большой и плюс, потому что в зависимости от стадии заболевания мы можем остановить болезни на начальной стадии развития, мы можем спрогнозировать, как заболевание будет дальше идти, можем разработать тактику лечения. Я вам скажу так, что существует в каждой болезни, в том числе в заболеваниях сосудов, существует несколько стадий. Первая стадия – это, как правило, предболезни. То есть еще нет каких-то грубых нарушений. Есть функциональные изменения, изменение давления, может быть, гипотония, может быть, повышение давления, изменение настроения, слабость, раздражительность. Вот все эти моменты, но еще грубых изменений со стороны организма нет, со стороны сосудов нет. Это предболезни еще. Первая стадия – это тоже стадия функциональных изменений, то есть не грубых. Сосуды еще неизмененные, они эластичные. Тонус их тоже позволяет увеличить приток крови, то уменьшить приток крови, то есть, в общем-то, адекватно относиться при нагрузках и так далее. Это стадия неизменений, стадия функциональных изменений, когда, отрегулировав тонус сосудов, отрегулировав влияние на нервные системы, убрать стрессы и так далее, отрицательные факторы риска, курение, алкоголь и все прочее, можно предотвратить прогрессирование заболевания. Это стадия функциональных, не грубых изменений. Вторая стадия, идущая после первой стадии, это стадия уже когда сосуды измененные. Но, опять-таки, на этой стадии мы можем повернуть процесс вспять, остановить его, заставить работать мобилизационные силы, администрационные возможности, резервы организма, которые позволяют восстановить функции и так далее. То есть, мы еще можем. Наконец, третья, а есть и четвертая стадия заболевания, в зависимости от какой болезни. Это стадия невозвратимых изменений, необратимых изменений, грубых изменений, когда сосуды уже грубо изменены, и ожидать, что даже при лечении, что сосуды вдруг станут такие, как у тебя были там 15 лет, невозможно. Это невозможно. Здесь речь идет уже не о выздоровлении, здесь речь идет о продлении жизни, возможности компенсации определенных каких-то функций. Но, опять-таки, в этой стадии действительно можно бороться. Но я хочу сказать, что вот эта третья стадия или дальше возникающая, за ней идущая стадия, точка невозврата, точка невозврата, это момент опасный. Потому что, действительно, сосуды изменить сложно. Изменить эластичность сосудов, убрать атеросклеротические бляшки достаточно сложно, трудно. Вот, и это мы всегда говорим. Человек подходит к точке невозврата, когда, что бы ты ни делал, какие бы ты деньги ни тратил, но изменить ход событий уже невозможно. Да, вот это точка невозврата. Татьяна Викторовна, а существуют ли специфические симптомы, указывающие на то, что сосуды головного мозга изменяются уже основательно, то есть приближаются к этой самой точке невозврата? Надо сказать так, что каждый человек должен знать, что при заболевании сосудов, да, и при заболевании суставов, позвоночника и так далее, в каждом заболевании существует точка невозврата. Мы всегда говорим так, за буйки не заплывать. Почему? Потому что там опасно, там пучина, там могут акулы быть, там, бог знает что, но нельзя заплывать. И люди понимают, что нельзя, потому что это опасно. Почему-то в отношении болезни никто не думает, что есть точка невозврата, к которой подходить нельзя. Но прежде чем подойти к точке невозврата, организм так устроен, что он дает, есть вешки определенные, есть звоночки, есть симптомы, которые указывают на то, что болезнь развивается. Отбрасывать это нельзя. Часто больные приходят на лечение уже в запущенном состоянии, подойдя к этой точке, как говорится, невозврата, невозврата. И рассчитывают на то, что после лечения вот станет человек бегать, прыгать, вот как ему прям 15 лет было. Нет, не может. Дело все в том, что в период, когда человек подходит к точке невозврата, к третьей стадии, четвертой стадии заболевания, а при некоторых заболеваниях к пятой стадии заболевания, значит, здесь присутствует комплекс ограничений. Да, человек живет, но он живет с определенными ограничениями. Нельзя определенный прием пищи, нельзя прием алкоголя, нельзя двигательная активность, повышенная. То есть есть огромное количество ограничений, которых он должен соблюдать правила своей жизни. Потому что опять-таки речь идет не о выздоровлении, а о продлении жизни и поддержании все-таки благоприятного качества жизни. Существуют ли специфические симптомы, указывающие на то, что периферические сосуды в своем изменении приближаются к точке невозврата? Да, я хочу сказать, что существуют опять-таки звоночки, существуют вешки, на которые необходимо обращать внимание. Симптомы не возникают просто так. Когда человек здоров, его действительно ничего не беспокоит. Опять-таки, здесь тоже кроется такой момент. Есть предболезни. Предболезни. Когда еще симптомов мало или симптомов нет, но человек должен подумать о том, зная, какая предрасположенность, что было у родителей, какие условия жизни, стрессовые ситуации и так далее, он может спрогнозировать, что у него тоже может быть. Но обычно, когда появляются первые симптомы, это уже не предболезнь, это стадия заболевания. Первая стадия заболевания. Значит, да, существуют определенные симптомы. И симптомы, те, которые для центральных сосудов, характерные поражения центральных сосудов, и симптомы, которые для поражения периферических сосудов. Для поражения центральных сосудов это появление первых симптомов головные боли, головокружение. Очень такой грозный, опасный симптом, потому что в норме он никогда не появляется. Если появилось головокружение, мгновенное, Значит, точно надо знать, что оно появится опять. То есть оно появится, участится, усилится, и на головокружение надо обращать тщательное внимание, потому что это очень грозный симптом нарушения кровообращения. Парастезии, онемения. Если появились онемения в руках, в ногах, на голове, ползают мурашки по голове, по лицу, чувствуют онемения, ползание мурашек, тоже это грозный симптом. Значит, неблагоприятно со стороны сосудов, и обращать внимание нельзя. Опять-таки, утомляемость. Потому что если человек раньше выполнял большую нагрузку, и было все хорошо, то если появилось, вроде бы и не сильно поработал, но устал. Утром проснулся, вроде бы и выспался, а голова не свежая, усталая, и быстрое возникновение усталости, значит, тоже неблагоприятный момент, значит, тоже с сосудами неблагоприятный. То есть обязательно будут симптомы, указывающие на то, что неблагоприятны сосудами. Резкое снижение зрения. Ну, конечно, есть заболевания органов зрения, и работает окулист, все. Но зачастую, я говорю, окулисты направляют к невропатологу, направляют для исследования сосудов, потому что с их стороны все благоприятно, нормально. А что? Изменения со стороны сосудов, влияющие на сетчатку, на орган зрения. Снижение слуха, появление звона, шума в ушах периодического, а потом более все чаще повторяющегося. Это тоже симптомы, которые указывают на то, что неблагоприятно. Для них нельзя отмахиваться. Неустойчивое давление. То оно пониженное, то оно повышенное. Неустойчивое давление – это тоже признак изменения со стороны сосудов. Обязательно обращать внимание. Со стороны, это центральные, периферические сосуды. Тоже нам указывают. Стало вдруг тяжелые ноги. Стали уставать ноги. Раньше много на ногах ходили, работали, стоя и так далее, и не ощущали. Сейчас стали уставать ноги. Значит, ага, появилась отечность, может быть, к вечеру или не к вечеру. Появились судороги в ногах, онемение пальчиков и так далее. Это все симптомы о том, что неблагоприятно. Хотя, когда думаешь, ну, вот как ты дошел до такой жизни? Потому что были же симптомы. Были звоночки, были перегрузы, были уже отеки ног, там, были головокружения и так далее. Давление высоченное было. Все это было, ну, как-то так не обращал внимания, отмахивался или все. То есть дошел до точки невозврата. И это, к сожалению, не единичный случай. Это, понятно, условия жизни сложные, да, ситуации достаточно сложные в обществе и все прочее. Но доходить до точки невозврата нельзя. Татьяна Викторовна, а что, если вот процесс уже запущен, так сказать, а медицинская реабилитация после появления специфических вешек невозврата не заниматься? Может ли организм самостоятельно прийти в норму? И какие последствия вероятны, если не проводить вот этого восстановительного лечения? Я хочу сказать так, что нет. Без лечения и без вмешательства медицины ничего не будет. Знаете как, вот тоже знаменитый академик Анохин, который много сделал, имя его известно в медицине, много изучал влияние нервной системы на состояние организма, процессы выздоровления, он говорил так, у него есть такое выражение, самодовольная фармакология думает, что она может управлять человеческим организмом. Нет, фармакология, да, это хорошая вещь, потому что действительно медикаментозные вещи, да, применяются. Но самодовольность здесь нельзя подходить, здесь далеко не всегда возможно с помощью фармпрепаратов восстановить. Надо стимулировать защитные силы организма, надо адаптационные возможности. Вот, а в этом плане фармпрепараты, да, ну есть дозировки препаратов, безусловно, конечно. Но очень бывает проблематично спрогнозировать пациенту, что ему лучше, больше дозу, меньше дозу. Конечно, мы это тоже регулируем, но опять-таки не все решает, как он высказался, самодовольная фармакология. Значит, для этого существуют методы другие. Методы, которые ближе к человеческому организму, нет побочного эффекта. При правильном применении они обладают возможностью стимулировать защитные силы организма, улучшать кровоток, отток и так далее. Это методы физиотерапии. Какие методы диагностики используются для выявления случаев приближения точки невозврата при заболеваниях центральных и периферических сосудов в медицинском центре «Одесский доктор»? Значит, для того, чтобы, вот мы всегда, все прекрасно знают это выражение, предупредить болезнь. Но далеко не все, буквально единичные случаи, когда у человека только что-то появляется, и он уже бежит. К сожалению, потому что, я говорю, опять-таки темп жизни такой, что вроде ничего, принял таблетку, побежал, вроде прошло, все более-менее. Нет, оно не более-менее. Для этого существует современная диагностика, которая позволяет четко выявить, есть проблемы или нет проблем. Значит, во всем мире существуют стандарты. Стандарты обследования пациентов. Есть страховая медицина, которая позволяет пациент, есть в учреждениях обязательно человек раз в году должен проходить обследование. Значит, я тоже так считаю, что у нас в медицинском центре «Одесский доктор» прежде чем взять больного и посмотреть на больного, обязательно проводится диагностика. Раз в году человек должен проходить общий анализ крови, общий анализ мочи, они являются информативными и выявляют и состояние почек, состояние, бывает и низкий гемоглобин, все на свете. Вот, биохимические исследования обязательно, это печеночные пробы, это исследование липидного обмена холестерина, потому что мы знаем, что изменение холестерина характерно не только для больных, возрастных, пожилых людей, но сейчас помолодели инсульты, инфаркты и в молодом возрасте. И есть здесь липидемии, то есть нарушение образования холестерина и в молодом возрасте, и можно выявить с помощью изучения липидного обмена. Сахар крови обязательно, раз в году без этого проведения исследования сахара крови, потому что стрессов хватает сейчас. Обычно, да, действительно, сахар часто, это связано со стрессовыми ситуациями повышения, потом есть люди, у которых в семье, страдающие сахарным диабетом, не пропустить момент, когда может подняться сахар, когда уже есть, как называемая, первая стадия заболевания сахарным диабетом. Обязательно проведение свертывающей, изучение свертывающей системы. Ну, свертывающая система, обычно как гулограмма, но хотя бы протрамбиновый индекс, который тоже показывает, какое состояние свертывающего, может быть, высокий протрамбин, фибриноген, то есть компоненты свертывающей системы крови. Обязательно раз в году человек, так скажем, знаете, как говорят, культурный человек, тот, который следит за своим здоровьем, потому что здоровье, ну, самая большая ценность, в общем-то, деньги вкладывать надо в здоровье, не во что-то, в здоровье, потому что от этого все зависит, это отправной пункт, в общем-то. Вот, поэтому раз в году обязательно такие вещи надо делать. Выявляем, я говорю, все, бывает все, человек даже и не знал, что у него есть. Обязательное исследование, и что касается состояния сосудов, обязательно исследование сосудов. Современная медицина обладает инструментальными методами исследования. Это доплеровское исследование сосудов головы и шеи, которое позволяет выявить, где какой сосуд нарушен, где какое питание в какой области. Либо это в области позвоночной артерии, значит, там есть какие-то остеохондрозные дела. Дальше идет следующий этап исследования состояния шейного отдела позвоночника, рентгеновское исследование, компьютерное и так далее. Доплеровское исследование позволяет выяснить, насколько сосуд эластичный, насколько он адекватно реагирует на изменения внешней среды, на стрессовые ситуации и так далее. То есть можно спрогнозировать, что дальше с этим будет человеком, и, соответственно, подобрать лечение. Измерение внутричерепного давления эхоэнцефалографии, потому что зачастую больные тоже не знают, что у них система оттока головного мозга, она нарушена, она не срабатывает. Обычно сейчас стрессовой ситуации много, и вот она, вот система оттока, она более такая слабая, чем артериальная система. Она более сильно реагирует на стрессы и не срабатывает, повышается внутричерепное давление. Это головные боли, усталость, снижение зрения и все прочее. Итак, выявляется методом эхоэнцефалографии, метод доплеровского исследования сосудов нижних конечностей и верхних конечностей, которые тоже позволяют выявить, насколько изменен кровоток, насколько спазмированы сосуды, и тоже спрогнозировать, какая стадия заболевания. Либо первая, либо вторая стадия, либо уже третья стадия заболевания, и соответственно провести тактику лечения. Значит, эти исследования. Исследования, конечно, кардиограмма с нагрузкой, без нагрузки, тоже выявляют и аритмии, и изменения со стороны миокарда, сократительная способность миокарда и так далее. УЗИ сердца, ультразвуковое исследование, эхокардиография. Значит, в медицинском центре, одесский доктор, у нас эти исследования есть, которые точно позволяют выявить, на каком свете человек находится, какая стадия у него заболевания, предболезнь, или это уже первая стадия заболевания, или вторая и третья. УЗИ внутренних органов тоже позволяют выявить состояние печени, почек, потому что пациент бывает и не знает, что у него там творится. Там и камни есть, там есть и кисты, и так далее, и гемангиомы есть, и все прочее. То есть выявить, что у человека есть, в каком состоянии он находится. Поэтому фиброгастроскопия, состояние желудка, кишечника, ну, по необходимости, опять-таки, я говорю, в медицинском центре, одесский доктор, у нас это все есть. Я говорю, раз в году человек должен проверять состояние сосудов. Обязательно. Доплеровское исследование, внутричерепное давление, кардиограмму и обязательно анализы, потому что, я говорю, запускать не надо. Результат всегда плохой, потому что процесс имеет свои стадии развития. Татьяна Викторовна, а каким методикам восстановительного лечения в случае приближения пациента к точке невозврата при заболеваниях центральных и периферических заболеваниях сосудов отдается предпочтение в медицинском центре «Одесский доктор»? В медицинском центре «Одесский доктор», не отвергая методов медикаментозного воздействия, мы отдаем предпочтение методам физиотерапии. Потому что, в общем-то, методы физиотерапии, я говорю, и знаменитый академик Павлов, и основоположник медицины Боткин, они говорили так, человек, в лечении человека надо идти вместе с природой. Вместе с природой. Тогда будет толк. Значит, природа всегда предполагает применение физических факторов, то, что методов физиотерапии. Значит, в медицинском центре «Одесский доктор» я говорю, что мы отдаем методам физиотерапии. Почему? Потому что они безопасны при правильном применении. Нет побочного влияния на печень, на почки, на различные органы и системы. Они хорошо переносятся пациентами. Я вам хочу сказать, что они не болезненные, тут бояться нечего. Это, в общем-то, одно удовольствие, когда человек лежит, с ним работают, он получает воздействие адекватное, подобранные дозы воздействия. Значит, он переходит с одной кушеточки на другую, с ним занимаются разными методиками воздействия, методами физиотерапии. И он, в общем-то, понимает, что он находится, знаете как, в надежных руках, он с ним работают, с ним возятся, он чувствует улучшение, он чувствует улучшение кровотока буквально на процедурах, улучшение оттока, снятие головной боли, снятие боли там в руках, в ногах и так далее. То есть он реально ощущает, бывает зачастую больные так, даже после первых процедур, значит, чувствуют, что они, ну вот как, значит, хочется летать. Вот такое ощущение, значит, хочется летать. Прояснилось в голове, улучшилось зрение. У нас есть, я говорю, многие методы физиотерапии, но мы их адаптировали. У нас нестандартные методы, потому что стандартные методики есть, разработаны стандартные методики, но, как правило, практика показывает, что все грамотные физиотерапевты всегда адаптируют методики к пациентам. Потому что каждый больной индивидуальный. Не всегда дача определенных токов приведет к благоприятному результату. Понимаете как, что бывают парадоксальные реакции, если назначать стандартные варианты физиотерапии, бывают процедуры, которые должны снимать давление, они наоборот повышают давление. Поэтому мы используем методы физиотерапии, на которые мы получили патент, на которые адаптированы к пациентам. Это методы. Активатор мозга у нас есть. Тот, который позволяет активировать состояние сосудов головного мозга, пробить мелкие капилляры, улучшить кровоснабжение головного мозга. Это смесь углекислоты с кислородом. Человек дышит, и многие пациенты сразу говорят, что как бы наступает просветление и улучшение зрения. Те, которые уже прошли эти процедуры, они как правило приходят и сразу говорят, что мы еще раз хотим пройти активатор мозга. У нас есть в медицинском центре «Одесский доктор» методика лазерной короны. Лазерная корона входит в стандарты реабилитации больных, перенесших мозговой инсульт. Она позволяет восстановить состояние холестерина, то есть липидный обмен, улучшить процесс окисленно-восстановления, то есть регенерации мозговых клеток. И она, я говорю, с успехом применяется для предупреждения возникновения инсульта у больных с явлениями холестерина, отложения холестериновых бляшек, и для реабилитации больных, перенесших мозговой инсульт. Есть у нас ангиостимуляция, методика ангиостимуляции. Это специально подобранная смена холода и тепла, которая позволяет адаптировать сосуды, тренирует сосуды приток и отток, и возвращает их к нормальному состоянию, то есть улучшается кровоток, и параллельно улучшается отток, восстанавливается внутричерепное давление. У нас есть пульсирующий вакуум, который позволяет активно влиять на воротниковую зону, потому что очень часто шейный остеохондроз. Остеохондроз тот, который нарушает состояние позвоночных артерий, сдавливает позвоночные артерии. Чтобы разбить вот эти костные наросты, убрать, уменьшить грыжи, может быть не убрать, но уменьшить грыжи в шейном отделе позвоночника, втянуть, помогает методика пульсирующего вакуума. У нас есть лазерный каскад для сосудов нижних и верхних конечностей, который позволяет восстановить кровоток даже при тяжелых нарушениях. Облитерирующий атеросклероз сосудов конечности, облитерирующий эндортериит применяется для того, чтобы восстановить или улучшить состояние кровотока. У нас есть методика серебряной купели, потому что тоже пациентов, у которых особенно начальные изменения, первая, вторая стадия заболевания и связана со стрессовыми ситуациями, а стрессов достаточно хватает, серебряная купель позволяет снять депрессивное состояние, снять стрессовые ситуации, улучшить кровоток, улучшить опять-таки отток, восстановить человека, ну и улучшить его отношение, улучшить качество жизни. То есть много методик, тех, которые позволяют восстановить состояние человека. Вот предотвратить, возникло прогрессирование заболевания, течение заболевания и подход человека в отношении сосудов к точке невозврата. Опять-таки я хочу еще подчеркнуть, что те пациенты, у которых уже есть инсульт, перенесли инсульт, здесь речь идет опять-таки не о полном выздоровлении, а о восстановлении утраченных функций и предупреждении возможного повторного инсульта, что тоже чрезвычайно важно. И опять-таки методы физиотерапии являются не медикаментозными, не надо нагружать его медикаментами, а они позволяют достаточно хорошо, достаточно показательно улучшить состояние пациентов. Татьяна Викторовна, спасибо за интересную и полезную беседу. А я напоминаю, что в гостях сегодня у нас была главный врач медицинского центра, одесский доктор Татьяна Викторовна Богатырева. Будьте бдительны, следите за своим здоровьем и не доводите состояние до точки невозврата. До свидания.